Мы начинаем. Сегодня будем говорить про функции, про всё, что с ними связано. Начнём с простого. Это две функции. Одна не принимает параметры, другая принимает параметр. Соответственно, функции могут принимать разное количество аргументов, могут возвращать какое-то значение, могут не возвращать. Что вообще функция, если опуститься на низкий уровень? Это какой-то кусок кода, который может выполнить процессор, который находится по определённому адресу. Соответственно, чтобы её вызвать, нужно, чтобы вызывающий код и сама функция могли обмениваться значениями. В данном случае передать какой-то аргумент и получить вычисленное значение. Для того, чтобы они могли совместно работать, взаимодействовать, были придуманы определённые соглашения о том, как делать вызов функций. Их существует несколько, порядка десятка, может быть, на разных платформах они могут отличаться, на разных компиляторах. Но основные этого исторические седекл, соглашения о вызове функций на языке C, смысл такой, что все аргументы, которые передаются в функцию, они складываются в стэк, после чего происходит переход по адресу, где находится сама функция, там функция отрабатывает, результат может вернуть через регистр и вернуться в то место, где её вызвали. Там вызывающий код, соответственно, получает вычисленное значение. Какие минусы у такой конвенции вызова? Ну, поскольку происходит обмен аргументами через стэк, это означает, что куда-то в память нужно записать значение. Соответственно, если в кэше процессора вдруг нету этого участка памяти, то придётся куда-то совершить переход по памяти, подтянуть из памяти какой-то блок, загрузить его в кэш. Про цену всего этого мы говорили на прошлой лекции, это дорого. Там несколько, там порядка 10, 20, 30, до 100 раз медленнее, чем если это уже готовое есть значение в регистре или в кэше первого уровня. Соответственно, люди задавались вопросом, как это ускорить, как это оптимизировать. Появились разные другие соглашения. Да, сейчас не про оптимизацию, а просто про другое соглашение, это VizCall. Оно понадобилось, когда появился язык C++, поскольку в языке C++ есть объекты класса, то нужно передавать указатель, который указывает на этот класс. Это забегая вперёд, про это подробнее на следующей лекции поговорим. Просто для общего развития сейчас. Для того, чтобы ускорить вызов функции, появилось, например, такое соглашение о вызове, как FastCall. Смысл был в том, чтобы не складывать какие-то значения в стэк, а использовать регистры. На тот момент, когда было такое соглашение, регистров было меньше, чем сейчас у процессора, поэтому использовалось только два регистра. В них, соответственно, складывались первые два аргумента. Остальные два, в нашем случае два, а больше двух, там, три, четыре, пять и так далее, они уже складывались в стэк. То есть, если говорить о производительности, то на 32-битных платформах функции, которые имели не более двух аргументов, они не только более понятны с точки зрения программиста, которые используют эту функцию, потому что много параметров, это много сущностей, тяжело это в голове держать. Но они также были эффективнее, потому что не требовалось ничего класть в память, просто в регистр клались аргументы и происходил переход. Для того, чтобы это проверить, я написал небольшой код. Это две функции, которые принимают по четыре аргумента. только у первой я специальной директивой это расширение компилятора GCC указал, чтобы она использовала соглашение о вызове FastCall. Здесь будет использоваться CDECAL. После чего я эти функции вызвал, откомпилировал и посмотрел, какой код был сгенерирован. Если мы посмотрим, то вот эта функция BAR1, она как раз декорирована вот этой инструкцией, то есть подсказкой компилятору, чтобы использовать соглашение о вызове FastCall. Вторая, соответственно, использует CDECAL. И мы здесь сразу видим, что действительно два первых аргумента были помещены в регистры, а остальные два были помещены на стек. В случае CDECAL все четыре аргумента были размещены на стеке. Для 64-битных систем появились новые соглашения. Например, в Linux, MacOS, FreeBSD, Solaris они используют вот такое соглашение, которое называется System5 AMD64 Abstract Binary Interface. Что происходит? Здесь уже используется для передачи аргументов целых 6 регистров для передачи integer-like аргументов. Под integer-like я имею в виду, что это либо какие-то целочисленные значения, там, integer, например, либо это указатель. Это все 64-битные процессоры, то есть, соответственно, может до 8 байт передаваться через один регистр. И 8 регистров для передачи double float. Они называются XMM0, XMM7. Почему они отдельные? Потому что обработкой чисел с плавающей точкой в процессорах занимается отдельный участок его, и у них свои процессоры, у них свои регистры, поэтому используются они. Если аргументов, соответственно, больше, то они уже будут переданы через стек. Но, понятно, лучше до этого не доводить, как с точки зрения читаемости кода, потому что чем больше аргументов у функции, тем сложнее ее использовать. И это всегда говорит о проблемах с дизайном, потому что функция должна решать какую-то одну небольшую задачу. Если ей требуется много аргументов, значит, скорее всего, она делает гораздо больше, чем должна. И с точки зрения производительности, потому что передать значение через регистр, конечно, намного быстрее, чем через стек. Иногда вызова функции может не быть вообще. Почему не быть? Потому что оптимизирующий компилятор занимается оптимизациями. И он, если видит, что в каком-то месте функция вызывается много раз, либо она просто имеет маленький размер и вызывать ее гораздо дороже, чем просто взять и поместить этот код по месту, где она вызывается, то он может выполнить встраивание. То есть просто взять код функции и в том месте, где она должна вызываться, просто возьмет, не будет делать вызова, а просто поместить там код этой функции. Это, конечно, с точки зрения производительности очень хорошо, потому что не надо ничего класть не в регистры. А класть в регистры, несмотря на то, что эта память, ну, быстрая регистры, но все равно там могут быть какие-то значения, их нужно тоже где-то, возможно, будет сохранить. Стек тоже это куда-то идти по памяти. Да и просто вызвать код, это нужно пойти процессору по этому адресу. Если у него этого участка памяти нет в кэше, он должен его подтянуть. Поэтому, конечно, когда функция по месту, не надо никуда ходить, сразу быстро выполнили, и все. Очень большой прирост получается производительности. Из-за этого некоторые разработчики пытаются компилятору подсказывать, что встраивать функции, где можно и где, в общем, нельзя. Для того, чтобы подсказать компилятору, что функцию нужно встроить, есть специальное ключевое слово inline. Но по факту современные компиляторы, как правило, это игнорируют, потому что у компилятора гораздо больше информации в момент компиляции, плюс разработчики компиляторов, как правило, выше уровнем, чем среднестатистический разработчик, поэтому они могут написать более эффективный код. И поэтому есть определенные юристики, что не делать в встраивании. Например, если функция больше определенного размера, то, возможно, не нужно ее встраивать, потому что это тоже раздувает код, а если код сильно раздут, это влечет за собой что? То, что процессору тоже придется периодически вот эти куски кода загружать в кэш, это довольно дорого получается. Поэтому компактные программы, а не быстрые программы. Но есть специальные уже расширения компиляторов, которые с большей настойчивостью можно попросить компилятор все-таки сделать встраивание. Например, для Microsoft Visual Studio это Force Online такая вот директива, для GCC это Always Online атрибут. Но опять же, как бы шансы повышаются, но компилятор тоже может проигнорировать это. Гарантии нет. То есть надо всегда смотреть. Если есть какие-то проблемы, какое-то профилирование показало, что какой-то кусок кода работает медленно, и там посмотрели, что там требуется встраивание функции, то, возможно, стоит такой атрибут добавить. Но это опять же такие редкие случаи. О них я говорю больше для общего развития. И, кстати, вот на этом примере хочу сразу проиллюстрировать, когда макросы уместны. То есть вообще лучше макросов избегать, как я говорил еще на первой лекции, потому что они могут код программы просто полностью изменить. Это очень мощное оружие, его надо, соответственно, использовать очень аккуратно. Но вот в данном случае очень хорошо макросы работают. Мы можем проверить, что если компилятор — это GCC, потому что компилятор сам выставляет вот такую вот для припроцессора символ, то тогда мы можем взять и везде, где force in line, написано подставить атрибут always in line. Таким образом, у нас код будет одинаково компилироваться с одинаковыми условиями и под Visual Studio компилятором, и под GCC. Дальше будем говорить про то, что и как можно передать в качестве атрибута функции, то есть внутрь функции. Перед этим вспомним, что такое ссылка. Про указатель мы говорили. Ссылка — это очень похоже на указатель по своей природе, отличие ровно одно, что указатель может быть невалидным, то есть, например, иметь нулевое значение, это значит, что он никуда не указывает. Ссылка не может. Ссылка всегда должна указывать на какой-то объект. Поэтому можно к ней относиться просто как второму имени объекта. Плюс еще, если указатель мы можем в процессе выполнения изменять, то изменить ссылку мы не можем. Здесь есть код, иллюстрирующий это. Есть указатель. Указатель мы можем по ходу выполнения менять. Если мы ссылку, здесь показано, что ссылку, которая никуда не указывает, мы объявить не можем, в общем, это будет ошибкой компиляции. И однажды объявив ссылку, мы потом ее поменять не можем. Мы не сможем сказать, чтобы ссылка указывала на что-то другое. То есть, это именно, да, к этому ссылке надо относиться как к псевдониму какого-то объекта, второму его имени. И здесь я еще показал, что на что может быть ссылка. Да, в принципе, ну, на что угодно. Как указатель может быть на указатель, так и ссылка, например, может быть на указатель. Читать такие выражения, их всегда нужно справа налево. То есть, ptrref — это ссылка на указатель на int. И сразу становится понятно, что это такое. Когда добавляются какие-то дополнительные вещи, как, например, указание константности, то становится выражение довольно сложно. Вот это вот правило читать справа налево, оно сразу делает понятным это все. Но про константность попозже. Так, теперь, как мы можем что-то передать в функцию? Самое первое, самое простое — передать по значению. Передача по значению говорит о чем? О том, что внутри функции мы получим не исходный объект, а его копию. То есть, при передаче будет выполнено копирование. Если это какой-то простой тип, скаляр какой-нибудь, int, например, ну, он просто вот несколько байт будет скопировано внутрь. Если это какой-то объект класса C++, то там будут вызываться уже операторы копирования, но об этом мы будем говорить на другой лекции. Вот, сейчас достаточно знать только то, что будет выполняться копирование. Если для... да. Что произойдет, если передавать, ну, не по ссылке, но с атрибутом force inline? Вообще force inline никак на передачу аргументов не влияет. У нас же этот кусок просто встроится вместо вызова. Да. И если я изменю в теле функции эту переменную, она изменится и во всей программе, хотя... Да, да. Ну, компилятор, да, должен будет сделать копию. То есть он возьмет, скопирует куда-то в другой регистр и будет использовать в другом регистре это. Да. Потому что семантика должна быть соблюдена. Не может компилятор нарушать это правило. Так. Значит, здесь я показал, что мы действительно имеем... То есть проверить, что действительно здесь копия, можно довольно легко. Изменили значение, потом проверили значение, а оригинальное не поменялось. Изменилась только копия внутри функции. Что следует из того, что это копируется? Ну, если это объект какой-то небольшой, либо скаляр, либо какая-то структура маленькая, какая-нибудь там, допустим, 16 байт, то копирование, в общем, это даже хорошо. Это быстрее, чем, например, передача по указателю. Потому что передача по указателю будет функцию передан указатель, а изнутри функции мы по этому указателю пойдем по кому-то адресу, сейчас секунду, оттуда возьмем значение, соответственно, это лишний переход по памяти. А компилятор может оптимизировать передачу? То есть, грубо говоря, если мы не изменяем переменную функцию, может ли он передавать им по ссылке сам? Ну, компилятор, да, он много что может сделать. Он даже может, когда мы передали через указатель, но он в некоторых случаях может заменить передачу по указателю на передачу по значению, то есть скопировать туда, потому что это получится выгоднее. Нам не нужно по указателю куда-то идти в другое место памяти, просто скопировали туда. Да, у него есть ряд оптимизаций, которые он может делать, в том числе и это, да, в каких-то случаях может сделать. Вот, но поскольку маленькие объекты копировать дешево и хорошо, то что-то большое может копировать оказаться дорого. Ну, сейчас речь идет о каких-нибудь там классах, объектов классов или структурах, где там, допустим, находится какой-нибудь буфер на несколько мегабайт. То есть, копировать несколько мегабайт уже довольно дорого получается. Это нужно учитывать. Поэтому в таких случаях, когда мы не хотим копировать, возможно, имеет смысл передавать по ссылке или по указателю. Но по простой ссылке, если мы будем передавать, мы получим какое поведение? Что копирование, да, происходить не будет, но при этом все, что мы с объектом сделаем внутри функции, это будет сделано не с копией, а будет сделано с оригиналом. Это тоже можно легко проверить. Присвоили три, проверили, да, оказалось, что оригинальное значение изменилось. Значит, какие, что из этого следует? Что, в принципе, нам передача по ссылке требуется когда? Когда нам требуется изменить объект? Это вот как раз ее предназначение. Но нужно учитывать, что да, вот появляются, возможно, это будет для маленьких объектов передача, ну, сейчас не конкретно про ссылку, вообще про передачу по ссылке или по указателю, что это может быть медленнее, чем копирование иногда для маленьких объектов. Соответственно, ссылка, передача по ссылке нам позволяет реализовать, например, вот такие вот функции, которые обменивают значениями два аргумента. В Java, например, такой семантики нет. Когда нам не нужно копирование, но нам также не требуется изменять объект, то есть нам нужно просто передать какой-то большой объект функцию и там что-то с ним сделать. Мы в таком случае должны использовать константную ссылку. Вот это вот ключевое слово const. Оно говорит о том, что этот объект константный, он не может изменяться. Поэтому если внутри функции мы попробуем его изменить, мы получим ошибку компиляции. Вообще использовать константность очень хорошо, и нужно ее использовать максимально. Мне даже жаль, что в C++ объекты не константны по умолчанию. То есть хорошо бы, чтобы они изначально были константны, а если не требуется константность, то ее нужно было бы специально снимать, например, писать там mutable, что-нибудь такое. Поэтому, в принципе, какой алгоритм у вас выбора, как передавать аргументы в функцию. Первое, если объект большой, то передавать по константной ссылке. Если маленький, то передавать по значению. Маленький я имею в виду порядка там... Наверное, сейчас, кстати, да, я забыл сказать вам важную тут вещь проговорить, про конвенцию вызова. на 64-битной платформе. Здесь, смотрите, вот это вот важные вещи. Для возврата integer-like значения используются два регистра. 8-байт и 8-байт. То есть вот это вот вам, в принципе, хороший ориентир для того, какого размера можно объекты копировать. То есть порядка 16-ти байт, это будет прям вот хорошо заходить. Возвращаемся. Алгоритм, значит, такой. Если маленькие объекты, передаем по значению. Если большие по константной ссылке, если нам требуется их изменить внутри функции, как-то модифицировать, то передаем по обычной ссылке. Также можно, в наследство от C нам достались указатели, ну и, соответственно, мы можем передать по указателю. Вот как читать эту строчку? Ссылка на константный int? Да. Ссылка на константный big object. Справа налево, да, очень хорошо читается. Соответственно, мы можем передавать по указателю. Ну, в принципе, все, что я говорил про ссылку, а это все справедливо и для указателя, то есть если нам требуется модификация, мы можем передавать по указателю. Единственное, что все-таки семантика передачи по ссылке в C++, она более правильная, чем по указателю, потому что мы таким образом защищаемся от определенных ошибок. Например, мы не сможем передать функцию, ну, поскольку ссылка не может указывать ни на что, мы, соответственно, сразу защищаемся от того, чтобы передать какой-то невалидный объект функцию. То есть если это ссылка, значит, скорее всего, она куда-то указывает. Конечно, можно и битую ссылку получить, но это уже как бы от того, что писать криво. А с указателем довольно легко и просто это все сделать. Поэтому лучше и предпочтительнее в C++ использовать ссылки, а не указатели. Но все остальное, в общем-то, справедливо. Все примерно так же работает. И, в принципе, внутри компилятора ссылка реализуется тоже, в общем-то, через указатель. Тут вариантов больше нет. То есть, соответственно, могут быть также простые указатели и могут быть указатели на константные объекты. Если указатель на неконстантный объект, его менять можно, то есть это аналог ссылки. Если это указатель на константный объект, то, соответственно, менять нельзя. Есть одно важное отличие передачи по указателю, который иногда может, в общем, код сделать красивее. И это так называемая optional концепция. То есть, к примеру, у нас есть функция, которая считает количество объектов с определенного времени до какого-то выбранного времени. Мы можем задавать эти границы, можем не задавать. То есть мы передали нулевой указатель, значит, мы предел не задаем. Если туда передали не нулевой указатель, а какую-то метку времени, значит, мы хотим использовать этот предел. Вот такая вот optional концепция, она с помощью указателей довольно-таки неплохо реализуется. Дальше. Передать также можно по универсальной ссылке. Да, пожалуйста. А ссылки преобразуются в указатель? Ну... У меня есть указатель какой-то и ссылка какая-то. Я могу сказать, что указатель приравниться? Ну, нет. Указатель сам нельзя. Ну как? Если это ссылка на указатель, тогда да, можно. Если есть ссылка на какой-то объект, я могу из него получить указатель на какой-то объект? Указатель? Да. Нет, взять адреса нету ссылки. И также можно передать по универсальной ссылке. Это уже move-семантика. Про это будет отдельная лекция. Про move-семантику. Поэтому сейчас ничего про это говорить не будем. Что у нас в C++ в плане функций еще есть? Имеется перегрузка функций. То есть мы можем объявлять функцию с одним и тем же именем, но с разным набором аргументов. И в зависимости от того, с каким типом аргумента мы ее вызываем, будет вызываться та или иная перегрузка. В данном случае, например, мы можем написать... Написали функцию print, которая int просто печатает, а bull там как-то печатает красиво. И потом используем ее, получаем вывод, соответственно, красивый. Но здесь есть и подводные камни. То есть могут быть какие-то неожиданные для вас эффекты, то, что будет выбираться не та функция. Как пример, это... std-string это класс строка в C++. И мы, допустим, написали такую перегрузку, ожидаем, что строки у нас будут выводиться вот так вот. Пишем print hello. И оказывается, что у нас вызывается не вот эта вот версия, а вот эта вот версия. Почему так происходит? В C++ такой вот этот тип. Это const char, указатель на const char. На массив из... Константный массив из char, из байта. И по правилам приведения, приоритет выше имеет приведение указателя к типу bool. Поэтому не будет здесь вызван конструктор класса string, а будет просто вызвано приведение указателя к bool. И, соответственно, если он нулевой, это будет false, если не нулевой, будет true. Ну, вот такие вот могут иногда... Поэтому, перегружая функцию, надо вот, в общем, как бы быть осторожным. Да, на уровне компоновщика, что такое перегруженные функции? Как еще на первой лекции я показывал, что имена декорируются, для того, чтобы компоновщик мог различать разные версии функции с одним и тем же именем. То есть, просто добавляются еще какие-то информации о типе аргументов. Получается, соответственно, вот таким вот образом эта перегрузка работает на уровне компоновщика. Дальше. Про что я еще хотел сказать? Что еще может декорировать имена? И декорировать имена еще могут пространство имен. Для чего они вообще появились? Какая мотивация их появления? Допустим, у нас есть какая-то библиотека математическая, там есть функция косинус. Мы ее, допустим, у себя в программе используем. Потом оказалось, что этот косинус для нас недостаточно быстрый. Мы написали свою реализацию его. Вот такую вот. Тут же мы получили ошибки компиляции. Потому что компилятор видит, что символ с одним и тем же именем несколько раз определен. Что с этим делать? Есть решение в стиле C. Там просто добавляют какую-то приставку к каждой функции, к каждому типу. То есть, если взять какую-нибудь библиотеку, написанную на C, то, в общем, вы увидите, что там везде есть в начале какая-то приставка. В данном случае я написал FAST. Решил эту проблему с одним и тем же именем. Но в C++ более предпочтительный вариант — это использование пространств имен, namespace. Мы можем поместить нашу функцию в такой namespace какой-то. И после этого проблема с одним и тем же именем исчезнет. Вызывать, соответственно, мы можем полностью, указав имя этой функции вместе со всеми пространствами имен, где она находится. Либо, если мы находимся прямо в этом же пространстве имен, то можем опустить указание пространств имен. Пространства имен могут быть вложенные. Давайте разберемся, как работает поиск имен, если используются namespaces. Для пояснения я написал такой вот код. Вот это корневой namespace. То есть, если здесь мы не писали, не определяли никакого namespace, соответственно, это корень. В нем определена такая вот функция FU. Ее полное имя имеет такой вот вид. Два двоеточия. В принципе, мы ее можем вызывать вот в этом месте без двух двоеточий. Но если нам потребуется откуда-то из другого namespace ее вызвать, и в этом namespace есть такая же функция или такой же тип, то мы можем указать тот namespace, где она находится, то есть корневой. Дальше я написал пространство имен А. В ней также определил функцию FU. У нее, соответственно, полное имя теперь такое. И также я ввел пространство имен B, где вызвал две этих функции. В первом случае у нас вызвалось это. Здесь я указал полное имя и вызвал эту. Почему вызвалось здесь вот это? Это следует из вот этих вот правил. То есть, когда компилятор видит, что мы хотим использовать какую-то функцию, либо какой-то тип, то он ищет ее в текущем namespace. Если он там ее не находит, и это уже корневой namespace, тогда он выдает ошибку. Если находит, соответственно, использует. Если не нашел, и это не корневой namespace, то он переходит в родительский. То есть здесь мы не нашли, в пространстве имен B мы не нашли, функцию FU. Мы перешли в родительский, там сделали поиск. Если бы здесь ее не был, он бы рекурсивно перешел еще выше. И так до корневого. Понятно, как работает поиск имен? Пространство имен, соответственно, могут быть любой глубины вложенности, могут быть разнесены по нескольким файлам. Это не проблема. То есть они глобально будут где-то потом объединяться, в один большой namespace. Для того, чтобы изменить видимость пространствах имен, существует специальное ключевое слово using. Мы можем... как оно вообще действует, его область действия. Если мы объявим ее на уровне файла, то, соответственно, оно будет работать, вот это вот ослабление, на весь файл. Если мы объявим его в заголовочном файле, то оно будет работать в этом заголовочном файле, и там, где его включат. То есть, как вы помните, там могут быть включения... Препроцессор склеивает один большой файл. Соответственно, если где-то это встретится в начале, то потом это изменит область видимости дальше по всем файлам, где был включен этот заголовочный файл. Поэтому использовать using.mspace в заголовочном файле очень опасно и не нужно. Внутри функции хорошо. Внутри функции это... Оно будет работать только внутри функции. Внутри cpp файла тоже, в принципе, можно. Будет работать только внутри cpp файла. Соответственно, если мы написали using.mspace A, то в текущем namespace станет, видимо, все из пространства имен A. Можно использовать не все символы из namespace, а только часть. Можем написать, например, использовать A, будет, видимо, только именно эта функция в этом пространстве имен. Можем ввести какой-то свой псевдоним для каких-то пространств имен. И потом, если у нас, допустим, глубокая вложенность, несколько там пространств имен, они имеют длинные имена, иногда это может быть неудобно писать, но при этом мы хотим защититься от случайных вот таких вот коллизий, когда будут имена совпадать. Мы можем ввести псевдоним, его использовать. Но, как я уже сказал, using может приводить к проблемам. то есть написали мы где-то using namespace fast, у нас там был объявлен, и снова мы получили конфликт имен, потому что компилятор уже видит, что у нас в этом пространстве имен доступно и из корневого namespace косинус, и из нашего, из fast. И опять появилась проблема. Поэтому вот я здесь написал, не используй using namespace в заголовочных файлах. С этим надо поаккуратнее быть. Дальше. Поскольку функция это какой-то участок памяти, у этого участка памяти есть адрес. Адрес это указатель. Поэтому мы можем взять указатель на какую-то функцию. Отсюда также следует, что в принципе, если мы взяли адрес, у какой-то функции, то компилятор уже встраивание ее сделать не сможет. Ну или сделает в одном месте, но все-таки функцию оставит где-то в другом. Так вот, для чего нужны указатели на функции? Вообще, как они выглядят? Можно объявить вот такой вот псевдоним для указателя на функцию. fuptr это указатель на функцию, которая ничего не возвращает, принимает int. И потом просто можем не вводить псевдоним, можем просто каждый раз писать void в скобках звездочка int. Это будет вот тип этого указателя на функцию. И просто равно имя функции. Все, мы сюда положили адрес этой функции. Мы его теперь можем использовать. Использовать просто его как вызов обычной функции. Также есть еще указатели на методы класса его, на члены класса. Но про это мы будем говорить, когда будем про классы говорить. С 11 стандарта появилась альтернатива type dev. Это использовать ключевое слово using вот в таком вот виде. Мне кажется, она более предпочтительна. Я сейчас не использую уже type dev. Я использую using. Мне кажется, оно более логично выглядит. Вот это вот тип, это указатель на функцию, который принимает int, ничего не возвращает. Соответственно, изменить вот эту вот сигнатуру вы, я думаю, догадаетесь как. И от указателей на функции мы плавно переходим к функциям высшего порядка. Это уже термин из функциональных языков. То есть, это функция, которая может принимать функции другие, и возвращать функции. На этом строится очень много интересных вещей. Сейчас несколько сценариев использования указателей, указателей на функции мы рассмотрим. Первое. Мы можем менять поведение. Например, у нас есть алгоритм. Ну, кстати, в стандартной библиотеке тоже есть подобная функция сортировки, которая принимает помимо какого-то массива, который надо отсортировать, еще и принимает указатель на функцию компаратор. Для чего это понадобилось? Вот, это указатель на функцию, которая принимает два инта, возвращает бу. Для чего это потребовалось? Для того, чтобы менять поведение функции сорт. То есть, допустим, по умолчанию у нас может использоваться сортировка по возрастанию, но мы, допустим, захотим отсортировать по убыванию. Вместо того, чтобы писать новую функцию сорт, мы просто возьмем, передадим другой компаратор, где поменяем знак и получим требуемое поведение. Это могут быть не обязательно какие-то алгоритмы. Это, например, может у нас быть к примеру, функция, которая отправляет какие-то данные куда-то. А в качестве назначения у нас могут быть разные варианты. Может это быть диск, например, или это может быть сетевой какой-нибудь приемник, или там, не знаю, еще куда-нибудь на магнитофон записать. То есть, мы в эту функцию, которая отправляет, можем передавать функцию, которая, собственно, будет на разные приемники передавать там какие-то байты. Можно так изменить поведение. Можно использовать указатели на функции в качестве функции обратного вызова. Что это такое? Ну, в принципе, вот когда вам звонят и говорят, хотите, например, записаться на какие-нибудь курсы, вы говорите, спасибо, я вас понял, если мне будет интересно, я сам вам позвоню. То есть, вот это, в принципе, пример функции обратного вызова. То есть, когда-нибудь по достижению какого-то события мы вам позвоним. К примеру, у нас есть, допустим, код какой-нибудь, который проверяет почту. Пришла почта, он ее получил, а в другом куске кода мы хотим об этом событии узнать. Мы можем подписаться на это событие. Вот, к примеру, у нас есть такой интерфейс, у нас есть такой обработчик этого события, он mail.receive, то есть, мы получили какую-то почту. Это у нас указатель на функцию, в которую мы передаем объект письмо. там новая почта какая-то. Есть у нас такой интерфейс, что мы можем зарегистрировать у этого кода, который проверяет почту обработчик, и мы передаем ему свой обработчик и про это забываем. В тот момент, когда будет почта получена, этот код, который за это отвечает, он возьмет и вызовет нашу функцию. И мы можем, соответственно, на экране, например, показать, что у вас там новая почта пришла или еще что-то. Вот это вот пример обработчика такого вот функции обратного вызова, он же callback. Можно использовать функции в качестве каких-то конвейеров обработки. Это могут быть, например, преобразования данных, например, мы там видеопоток, на него фильтры наложили, какие-то там одна функция, один другой, другой, и мы можем, соответственно, конфигурировать этот вот конвейер, pipeline. здесь я какой пример написал, что, допустим, у нас есть указатель на какую-то функцию, которая рассчитывает, допустим, какие-то координаты, то есть как-то изменяет положение. Мы определили какие-то функции, там, двигаться налево, двигаться направо, и из этих функций построили какую-то траекторию движения. Потом мы можем эту траекторию, например, мы записали, как мы сами двигались, там, записали такую траекторию, потом, чтобы это воспроизвести, мы просто в цикле проходимся по этому контейнеру, каждую функцию вызываем, соответственно, получается вот такой вот у нас конвейер обработки. Про функции я еще хочу сказать про отдельный тип функции, это лямбда функции. Это такая короткая форма записи функции где-то по месту. Например, вот начиная отсюда и заканчивая здесь, это лямбда функции. Ее можно присвоить в какую-то переменную. Здесь, чтобы не думать о том, какой тип будет вот этой лямбда функции, можно использовать авто, это автовыведение типов. И потом эту переменную использовать просто как функцию. Синтаксис у лямбда функций следующий. Квадратные скобки внутри список захвата. Про список захвата чуть попозже. Дальше круглые скобки и там точно такие же параметры, как в обычной функции, которые можно при вызове этой лямбда функции в нее передать. Ну и потом точно такое же тело функции, как у обычной функции. Есть альтернативный синтаксис записи. Это когда мы можем после списка параметров такую вот стрелочку минус и знак больше указать сами тип возвращаемого значения. потому потому что если мы не указали здесь будет автоматический тип выведен. В данном случае оператор меньше компилятор знает, что он возвращает тип булл, поэтому будет выведен здесь тип булл. Но если бы мы захотели, мы могли бы указать тип и компилятор сделал бы приведение. можно вот если у нас объявленная функция как auto и допустим она рекурсивная как компилятор определяет вообще что получится если он не знает результат следующей результат почему не знает рекурсия же имеет какое-то рекурсивная функция что-то возвращает а ну где-то же будет в конце концов return написан и что там в зависимости от того какой там тип будет он и будет выведен то есть он примет все вызовы рекурсивная функция у нас так ну в каком мы напишем как если допустим если x равно 1 вернуть там допустим x в противном случае вернуть рекурсивный вызов идет x минус 1 к примеру ну мне кажется здесь вполне очевидно какой тип будет выведен а такое что ой это кстати не будет ну как она она скомпилируется но работать будет не так как мы хотим ну как вот по этому выражению будет принято решение какой здесь тип то есть вот x мы возвращаем значит тип int если бы мы здесь написали не x там а например ab ну тип был бы const char звездочка а вот если мы напишем опять если просто у нас вернуть функцию честно говоря затрудняюсь так сейчас если вот допустим этого бы не было просто вернуть и какой будет выведен тип не знаю честно говоря надо попробовать написать мне кажется это какая-то неоднозначность но если бы вот это вот не было бы было бы просто вот так вот да в общем это не знаю надо проверить как он отреагирует вот на это не знаю скомпилируйте посмотрите программирование оно позволяет делать всякие эксперименты очень дешево то есть у врачей эксперименты например дорого стоят отрезать там желудок и посмотреть что произойдет это как бы довольно дорого а просто написать какую-нибудь ерунду скомпилировать запустить посмотреть что получится это дешево да на список захвата сейчас мы вот как раз до него подошли внутрь лямбда функции можно захватить какой-то внешний контекст то есть в том месте где она вызывалась уже есть какие-то допустим объявленные переменные мы можем взять их и затащить внутрь функции вот за то что затаскивать отвечает как раз вот этот вот список захвата здесь к примеру у нас какой здесь у нас уже объявлено переменная x переменная y и тут мы объявляем лямбда функцию мы указываем что мы хотим из внешнего контекста захватить переменную x и переменную y и потом функции мы их будем использовать мы возьмем в y положим x умноженное на 2 вот в этом списке вызова мы можем что указать мы можем просто указать имя переменной тогда будет захвачена копия то есть будет скопирована для нас неявно как лямбда устроена я попозже расскажу когда мы про классы поговорим сейчас в общем на пальцах что происходит внутрь этой функции копируется значение x это если мы просто указали имя если вы перед именем указали амперсант это означает что надо сделать захват по ссылке то есть потом когда мы в лямбде поменяем то что было захвачено по ссылке это отразится на оригинале какой здесь может быть подводный камень допустим мы взяли внутри какой-то функции создали лямбда функцию и захватили по ссылке какую-то переменную которая находится внутри функции после чего из функции лямбду вернули что произойдет когда ее вызовут из функции мы вышли та переменная которая функции жила у нее время жизни закончилось ее уже нет как только лямбда функция будет захвачена использовать переменную скорее всего все упадет потому что этот объект уже был удален понятно это но если мы ее отдадим наружу с копированием например да мы получим ну как бы она копия ее продолжит жить снаружи если по ссылке передаем то есть это возвращаем кстати это да важный момент и плохо я что об этом не сказал нельзя возвращать временные объекты смотрите если мы возвращаем из функции к примеру указатель на что то так здесь мы создали какой-то объект возвращаем на него указатель а вот здесь мы пытаемся это использовать там авто и равно вызов функции и потом мы и разименовываем какая здесь проблема у нас этот объект был создан на стеке время его жизни внутри вот этого блока это на первой на второй лекции мы об этом говорили соответственно сейчас да мы без проблем взяли его адрес этот адрес мы вернули сейчас мы идем по этому адресу там уже этого объекта нет все он был уничтожен там может быть какие-то другие данные там может быть что-то еще но в любом случае это уже поведение будет не определено что там сейчас находится и скорее всего это приведет к каким-то печальным последствиям поэтому из объекта по ссылке или по указателю возвращать временные какие-то объекты нельзя их уже не будет это понятно соответственно с лямбдой то же самое вернули мы лямбду она функции указ она ссылается на y но поскольку мы из функции вышли этого y уже нет и потом мы эту лямбду вызываем она пытается обратиться к тому чего уже нет так что еще можно в этом списке указать можно просто указать равно тогда будут захвачены по значению все переменные которые видны вот в данный момент в этой там где это лямбда создается можно написать просто амперсанд будут захвачены все посылки но это сделано чтобы в каких-то случаях меньше писать да и вот этот вот термин когда мы захватили какие-то переменные определенные в той же области где определяем лямбду это называется замыкание вот дальше я привел примеры таких вот список захвата здесь мы ничего не захватываем здесь все по значению захватываем то есть копируем здесь просто по ссылке захватываем ну и так далее как бы вы тут прочитайте без меня все это сможете захватывает в момент объявления да момент объявления то есть мы да мы можем какой-то вот контекст захватить именно в момент объявления потом когда вызовем то получим вот эти вот значения дальше к лямбде можно приделать такое вот ключевое слово мьютабл для чего оно надо мы когда захватили какую-то переменную по значению в принципе мы здесь получили копию но если мы захотим ее модифицировать ну просто внутри этой лямбда функции нам удобно просто ее как-то изменить там счетчик увеличить еще что-то то нам компилятор выдаст ошибку чтобы вот такая вот чтобы изменение захваченной переменной было возможно сделали специальная возможность написать мьютабл зачем так я честно говоря не знаю но оно вот так то есть если получите ошибку будете знать что делать далее хочу сразу забегая вперед рассказать про очень удобную удобную вещь из стандартной библиотеки называется std function объявлена она в заголочном файле functional и что она из себя представляет это такой объект который выглядит как функция то есть поведение у него такое же как у функции при этом он внутри себя может держать все что может быть вызвано как функция то есть это может быть указатель на функцию это может быть лямбда это может быть метод класса все что угодно что может быть вызвано как функция то есть он предоставляет такой универсальный интерфейс используется он следующим образом между кавычками такими вот угловыми мы описываем сигнатуры функции на которую он может хранить то есть в данном случае это функция которая ничего не возвращает и принимает по ссылке два значения типа int после того как мы ну конечно мы можем не давать псевдоним мы можем везде писать вот так но это как бы утомительно поэтому проще ввести псевдоним его потом дальше везде использовать дальше мы можем использовать как угодно например мы можем написать функцию которая возвращает вот такой вот объект там назвать его например get random direction он нам будет случайное направление выдавать мы можем также вектор засовывать различные все что работает как функция мы можем засовывать если оно будет соответствовать вот такой сигнатуре то все будет туда упаковано и все туда ляжет вот например мы функции объявляли move left move right можем их положить можем лямбду туда же в этот положить можем вызвать функцию она нам вернет вот этот вот тип там не важно что там будет метод класса что угодно главное чтобы сигнатура совпадала и точно так же вызывать это как обычную функцию то есть std functional это очень удобный такой механизм для того чтобы дать какой-то универсальный интерфейс для того что вызывается как функция так под конец я хотел сказать как в c++ выделять память сегодня будет первое домашнее задание и там вам наверное понадобится выделять память чтобы вы выделяли ее правильно я написал как это сделать пока что просто как это использовать а как это работает мы подробно рассмотрим на других лекциях все память выделяется следующим образом я молок размер сколько нам надо байт получаем освобождаем free но какие здесь минусы ну во первых мы можем забыть вызвать free получим утечку памяти в c++ для того чтобы защититься от утечек памяти причем утечки памяти могут возникать не только когда мы сами забыли это сделать но и например в c++ есть исключение то есть в момент вызова какого-то кода у нас может произойти исключение за этим последует раскрутка стека немедленный выход из функции где мы находились ну и соответственно мы можем просто не освободить память у нас не будет такой возможности для того чтобы этого избежать в c++ есть умные указатели вот в частности такой есть указатель умный который называется UniquePTR он в общем реализует концепцию монопольного владения то есть владеет вот этим вот блоком памяти он и никто другой нам это как раз в общем сейчас подойдет использовать его очень просто можем предпочтительная форма записи вот эта вот MakeUnic почему она предпочтительнее ну во-первых мы избегаем дублирования типа в двух местах во-вторых в случае Make ну UniquePTR это не важно но вот в случае SharedPTR у него у SharedPTR также есть запись MakeShared там уже возникает вопрос быстродействия это когда мы будем подробно рассматривать эти указатели я все расскажу просто вот такая вот форма она ну мне кажется более предпочтительная как это использовать здесь у нас память выделилась здесь сейчас находится умный указатель который указывает на вот этот вот блок памяти массив из HR размером 10024 элемента чтобы получить указатель просто обычный указатель есть метод get и мы получаем указатель мы можем просто обращаться к какому-то элементу как к массиву тоже в общем как с обычным массивом работать можем явно освободить память вызвать пресет можем не вызывать память будет освобождена автоматически в тот момент когда перестанет существовать вот это вот переменная когда она перестанет существовать когда будет выход из блока где она была создана блок это вот как на второй лекции мы говорили все что между фигурными скобками в том блоке где она была создана как только мы выйдем из этого блока она автоматически будет будет удален этот умный указатель и соответственно он удалит память эту на этом все А что гипотетически может быть в квадратных скобках, где чар, квадратные скобки и корректоры? Вот здесь вместо квадратных скобок в них ничего не может быть. Это просто мы указываем, что если бы мы не указали квадратные скобки, в данном случае был бы создан один байт, то есть это был бы создан не массив объектов, а один объект. В данном случае у объекта тип чар. Был бы создан один чар, и у него был бы вызван его конструктор по умолчанию, то есть было бы ему присвоено значение 1024. Что бы там оказалось, можно посчитать. То есть фактически было бы, тип этот имеет диапазон от 0 до 250, а нет, это обычный чар, от минус 127 до 128. Соответственно, произошло бы переполнение, и там какое-то число оказалось бы в диапазоне от минус 127 до 128. Если мы указываем квадратные скобки, мы это говорим, что нам надо создать не один объект, а массив объектов. То есть будет создано 1024 объекта, тип у них чар, то есть будет объект из 1024 элементов. Все? Вопросы есть еще? Многомерный массив создается следующим образом. Мы просто берем достаточный блок памяти, чтобы вместить этот массив. То есть, если, допустим, у нас двумерный массив 10 на 10 элементов, мы создаем блок 100 на 100 элементов. Потом просто его приводим к типу, ну просто делаем каст, к типу вот двухмерный массив, и удобно работаем с ним, как с массивом. Вот это вот правильный способ. Все. На сегодня все. Продолжение следует... Продолжение следует...